то чего хочу начать помните была история когда в россии объявили частичную мобилизацию и народ ломанулся за все границы которые только возможно стояли многокилометровые очереди из автомобилей в грузию в казахстан и чуть ли не в анголию помните да я помню даже в это время в частности в казахстан было километров 40 эта очередь была заметка о том что благополучно значит двое космонавтов с космической станции приземлились в казахстане и кто-то прокомментировал способ сложные но работы по этому поводу я написал песню которая называется московская призывная и такой эпиграф к ней но эпиграф не специальных не писал он еще был написан еще раньше это тебе не черное море здесь под тобой родная него что-то так стонишь крейсер аврора уж не приснился ли крейсер москва еще я использовал не свою музыку а взял у верховского я думал бы меня простил тем более что мы с ним дружили почему именно ее наверно будет понятно еще один небольшой эпиграф слово которое я как бы тоже придумал мы были за цене через дефисы рубежи родной страны выгибаются наружу погоди туда ловиться не сходи браток с ума приходи военкоман ты нам тут по горло нужен если свалишь за границу враг придет в твои дома он придет настанет час и в столичную квартиру и на дачу в подмосковье он припрется без стыда установит пулемет их сверхточную мартию и начнет херачить сволочь по соседним городам он соседа твой любовь и забьет в горячке боя и заткнет ему орала грязной тряпкой половой оторвет твой унитаз унесет его с собою чтобы на то поставить место где недавно был его чтобы было все не так чтобы все иначе было чтоб в вороте женогрессор подавился и увой на московских рубежах ты ему начистишь рыба и родного президента не оставишь на убой потому перешение чтоб не мерзнуть в непогоду и готовься штыковую обломать врагу рога не щади там никого и забыть что ты негоден с точки зрения военности приходят врага и не бойся ничего не сенатской не майдана ждут на грудь тебя награды после ратного труда за звездой бой пришла весна значит все идет на план и наступит вот увидишь свет за вторником среда а спасибо продолжим все таки тут плывет вы мне говорите когда совсем не выносимо ставить бекет плывет корабль ах как здорово плывет но судьбе его завидовать а не стоит право слово он споткнется а по пороге попадет в водоворот так и будет в нем крутиться до предшествия второго там матросик одинок и полупияный на борту экипаж давно на шлюпках укатил по половодию капитан с полупогашей сидит рукою во рту раздает грибзам команду звучной речью половую полагаю все спасутся неполудро ведь спади и у них с собой еда вода и карта полушарие может все полусырое но полезное в пути все что в трюме разыскали что успели там нашарить полуночном полумраке обычно по весне засияет полмесяц полусмазанный на карте а матрос на полубаке полулёжа в полусине с полулитрой неразлучен как с гитары пол маккартни у него невеста где сам не помнит точно где полустаночек далёкий полушарочек цветастый пополкня сидит и мечтает а бывает целый день на полстаночки утроится куда-нибудь на счастье в полсилы на полудня в полудрёме без забот коротать свои недели от полушки до получки может что-то в этом роде не отыщется вот-вот только к добру поближе до зарплаты бы получше по двору гуляют кули бродят козу ворот их в полглаза охраняет рыжий коз с поводкой листья а батароса бедоладу всё кружит до водоворот он с кружином в желудок печень почки и ветки листья так и будет он кружиться до тех пор пока пойдёт что неплохо прострезветь бы исходить хотя б на ветру а потом куда подальше ибо тот водоворот хоть и выглядит мальстрёмом но не глубже полуметра а дальнейшая картина как всегда наводит грусть хоть гадать как всё случится то ли поздно то ли рано весь стакан наполовину то ли полно то ли пусто то ли выпит то ли вылет то ли вовсе нет стакана то ли вылет то ли вылет Так вот, я думаю, что он ее где-то подцепил у меня, поскольку эта песня очень старая. И бить бакалуши моего, вкусить радушью в день прощания с весной. Соберутся на ночь, глядя, кто в лохмоте, кто в моряне, кто скользя по водной глади, кто шагая по земле. Кто пешком, а кто на крыльях, а на метре автомобиля, на непойманной ковыре, на недоилом козле. В дверей встречает ворон, в меру щепарен и щорен, так изысканно придворен, как ведь лишь гарсон. И ведет их в ритме польки на свои места, поскольку стол накрыт на ровность, только сколько будет там перцов. Под развесистой агавой бьет от песта в себе во славу скрипки слева, плети справа, впереди табур-мажор. За столом на видном месте, возле блюда с рыбой в тесте, концерты мистер, балет мистер и, конечно, гиришок. Он сидит, качая ножкой, с барады заметая корошки, в кулаке прижимая ложку, как говерное зло. Просто он не выше метра, звание молнии ниже метра, к нам его попутным ветром и станок занесло. Наше время от того, кто знает, каждая собака, даже я совсем салатой никогда побывал. Что-то облик в тринетане, по коленам в мармеладе, в шоколаде, в баринаде каждый вечер карнавал. Впрочем, тут у нас не хуже вечер влажа, ветер южен, млечен путь, отличен ужин и причудлив разговор. Поддержать, который с честью я б сумел, но занят лезтью той, с которой вряд ли вместе мы были до сих пор. Враг с искрою шаль, соберою плащ, здоровью пир горою, каждый сам себе героя выбирает в этот час. Даль безбрежна, тьма безгрешна, ночь нежна, любовь неспешна. Поддалет бискрик тележный, подбрежный контрабас, ночь пройдет, настанет лето, запоет петух с рассветом. Всех разбудет и за это, угонит, конечно, псу. Впрочем, зло уже свершится, в тот же миг растают лица, я останусь гол, как птица в замороченном лесу. Как из пены постепенно сквозь листу проступят стены, по углам птутся тенью, солнце скроется в угле. Вспыхнет лампу над кроватью, где положено лежать мне, с фиолетовой печатью просветение начали. Вот и правильно, сколько можно пивать? Значит, тут будет немножко прозаика. Письмо. У меня вообще целое есть, как бы, такая корзинка литературная, там письма, я называю это пистолярная мастерская. Так вот, это письмо экскурсоводу, все время посвящал Диме Камильфель. Дорогой господин экскурсовод, заберите меня отсюда. Я понимаю, вам, скорее всего, не до меня, у вас и без того забот полон рот. Мне рассказывают, что самое трудное в вашей работе, это группа обратно привезти в том же составе, что редко удается. Чаще всего возвращают меньше людей, чем увозили, но иногда больше или вообще не тех. Началось все же того, что я выехал с вашей группой в организованный тур «Вся Европа за неделю». В этой поездке было так много всего, что мне трудно вспомнить, где именно группа от меня отстала. Вначале мы поехали в Париж. Я так думаю, что это был Париж, потому что Лондон или Мадрид я бы запомнил, наверное. В этом, допустим, Париже мы пробыли около девяти часов. Вы построили нас в две шеренги по росту и сказали, что раз вы экскурсанты, то есть бывшие курсанты, то должны понимать, что туризм это прежде всего дисциплина, и вы будете ее добиваться не мытьем, так катанием. После чего, не дав даже принять душ, повезли нас кататься по городу. В автобусе вы предупредили, что бывали уже случаи дедовщины, когда экскурсанты прошлого мадридского призыва заставляли новичков заправлять им койки и стирать их джинсы. Если подобное будет замечено, то у виновника отберут два наряда вне очереди из тех, что он привез с собой. Еще вы сказали, что мы безобразно ходим, носок не тянем, руку не сгибаем, и нас надо муштровать на плацу, и лучше всего для этого подходит плацпигаль. Мы как раз туда приехали, вы велели нам заниматься самостоятельно, а сами ушли и через два часа вернулись усталые, но довольные, и отвезли нас пообедать худусом в ресторане Абу Максим. Затем мы осмотрели церковь Диепричастия с витражами, огромный музей с картинами маслом, который я не разглядел, так как вы велели нам идти по залам колонны подвое и смотреть в затылок впереди идущего. Знаменитую могилу то ли торта, то ли коньяка, сувенирный магазин, где вас все знают, испанскую лестничную клетку, протестантскую синагогу, средневековую крепость 40 градусов, падающего мальчика, писающую башню, полуразрушенные развалины древних руин, бахчефонтанский сарай, а также маленькое государство, где живут одни ватики. Потом, наверное, еще было много всего, но мои воспоминания на этом заканчиваются. Вы тоже вряд ли помните, где меня оставили, но умоляю приехать и забрать. Чтобы помочь, вам сообщаю, что нахожусь на узком балконе, заваленном всяким барахлом, где-то чертовски высоко. Внесу растет башня, похожая на Эльфелеву, но естественного происхождения. Слева от меня водопасты, мячица почему-то вверх. Справа от меня в люльке два маляра красят стену в желтый цвет, а друг друга в голубой. И визгливо переругиваются на незнакомом языке из одних согласных. Сзади меня висит на стене зачитанная табличка с надписью по-русски. Холодного, нефильтрованного баварского пива Вайн Штефен по цене ниже себестоимости нет. И свежая надпись с краской самты собака мл.ру Письмо это я еще вчера засунул в пустую бутылку, которую тут подозрительно много, и бросил в водопад в надежде, что вы его получите как можно скорее, для чего я приписал на этикетке «Срочная». Так, вообще я за временем не стыжу. Мне кто-нибудь скажет, когда надо заткнуться и уходить, да? Надо уходить. Я пошел. Недалеко. Недалеко. Ладно. Песня называется «Лёжа». Жить надо проще И ближе к земле Не забираясь в высокие сферы Что нам за дело, мой друг, да поедет? Пусть из Парижа летает коле Ей бы сквозь тучи плевать на дома Нам же покой и немного наличных Все, что естественно, то и прилично Музыка, лестница, койка, тюма Публика, впрочем, скорее в обед Помнится в прошлом моем воплощении Я лишь в закрытом грешил помещение И нагрешил на десяток момент Жить надо чище и чаще порой Зубы вставные в стакане с водою Пережидают показ молодой Я перемириваюсь медсестрой Для посещения затерянных стран Кнопку нажму и скорее несут мне Самое лучшее личное судно Тон, на котором лишь я, капитан В массе стремящихся ближе к земле Мы различаем героев и пьяных Что заставляет лететь Артаньяна Ночью верхом из Парижа в коле Адам Вот и завершился день Долгий, как сон, краткий, как жизнь И хотя болит ребро, которого нет Но женщина есть И празднуем мы рожденье ее На пару песок, так что только держись Первый тот за милых дам Из коих одна на свете есть Что не помешало ей Меня упрекнуть, что хвозно вчера Скорее всего вернулся домой Черт знает, куда с кем таскался Бог лезть Вот и завершилась ночь Первым лучом сонной зари И хотя болит ребро Технология написания романа Написать роман хотят все Музыканты, врачи, президенты, футболисты Сутенеры, бизнесмены, фермеры Наследные принцы Абсолютно все хотят написать роман Каждый понимает, написал роман, считай, что ты писатель А кому же не хочется быть писателем? Прохожие тебя уважают Мужчины тебе наливают Женщины на тебя виснут Боксеры тебя не трогают Так вот каждый, кто усвоит эту инструкцию Сможет писать романы не хуже меня Независимо от интеллекта Впрочем, и тогда тоже Технология написания романа предельно проста В нем должны быть Завязка, развитие действия, развязка и обложка Основные сюжетные схемы романов Роман Жизньописания Альберт родился Альберт жил Альберт умер Роман Трагедия Альберт трудно родился Альберт плохо жил Альберт рано умер Роман Драма Альберт любил Альберт убил Альберт ошибся Бытовой роман Альберт ел Альберт пил Альберт спал Социальный роман Альберт пил, Альберт умер Роман ужасов Альберт умер, Альберт ел Мистический роман Альберт умер, Альберт родился Криминальный роман Альберт жил, Альберт давал жить другим Детективный роман Альберт набил, Альберт раскурил, Альберт догадался Военный роман Альберт приказал наступать Альберт приказал отступать Альберт приказал долго жить Латиномериканский роман-сценарий Альберт родился, Альберт пропал Альберт нашелся, Альберт женился Эротический роман Альберт еще Альберт уже Научно-фантастический роман Альберт планировался Альберт телепортировался Альберт антисигбе минус дилектринизировался. Исторический роман. Альберт пришел, Альберт увидел, Альберт победил. Философский роман. Альберт мыслил, Альберт кто? Деревянский роман. Альберт пахал, Альберт сел, Альберт умер. Политический роман. Альберт жил, Альберт жив, Альберт будет жить. Теперь у вас есть все необходимое, чтобы написать много романов. Дерзайте, если не сможете придумать, чем дополнить основную сюжетную схему Хотя бы измените имя персонажа Нобелевских вам премий Не все, нам смеяться, не все Не меня ли ты, Господи, ищешь? Будет день, говоришь, будет пища Будет ночь, говорю Будет сон Говоришь, не беда, что я нищий Будет сто, говоришь, будет тысяча Будет все, говорю, будет все Будут скачки под грохот оваций Трех и более мраморных граций И свидания в теме тополей А пока я срастаюсь с матрацем Ни на миг не желая расстаться С обветшалой опорой своей Опускаюсь все выше и выше в темноту Где кружа и колышись Из-под ногу скользает тропа Где сознание прячется в нише Голос твой все слабее Все тише 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 Чуть слышно Пропал Монолог матроса спасательной шлюпки Это я просто когда-то задумался Сколько есть у нас слов, которые вставляют Мысла не несут В общем, они как-то Даже слова в предложении не связывают Вставляют, чтобы придумать следующее слово, видимо Я решил их собрать и сделать их здесь что-нибудь И был страшно изумлен, когда получился добавок в риф Спасите Монолог матроса спасательной шлюпки Если б можно было как-то, чтобы главное не очень Да и тоже, в общем, знаете ли, честно говоря Ну, обдуматься, к примеру, в самом деле, между прочим Даже если по порядку Явно стало быть не зря Впрочем, сами посудите Это, в принципе, не так уж Да и тут, как говорится, не прибавить, не отнять И тем более признаться Главным образом, однако же Правда, строго между нами Это к слову, так сказать Ну и ладно Значит, стало быть, опять же, как бы вкратце То есть в частности И, кстати, если уж на то пошло В смысле, мягко выражаясь Чтобы зря не повторяться Не в обиду будет сказано Не трогайте весло Являясь по диплому, так сказать Инженером по строительству железных дорог В какой-то момент Написал Вот так А, это было, по-моему Позапрошлое Или еще два года назад В общем, день железнодорожника Я таким образом отметил Мы начали с одним моим приятелем Димой Тенкиным Как бы буриме Но после четырех строчек Он вообще отключился И я, значит, доделал все сам Называется «Жестокодорожный роман» Музыка Ну, вы же поймете, что Нельзя такому Самому сочнять музыку Она уже есть Ты чувств моих вагон Моих желаний поезд Платформа грез моих Страстей локомотив А я твой проводник Подтянутый на поле Получишь ты постель Рубля не заплатив Кому-то там внизу На нас стучат колеса Сиреневый туман Маячит над трубой Пускай я грубова Местами я тесан Но знаю сорвать стоп-кран Способен не любой И кто кого вокзал Теперь уже не ясно Сегодня я тебя А завтра ты меня Но щепень между шпал Так смотрится пола стана Что хочется порой Уехать к щепеням Хоть поезд наш руля Не слушать свечи Паранку покрутим С восторгом на лице Разгоним мы состав И с песню я встречна Заехавши в туннель Увидим свет в конце Затем притормозим На дальний перебой Усядемся в купе С пейзажем из окна И выпьем мы до дна Все то, что перегоним Потом закусим тем Что перегонит нас Забытая тоска Уйдет, как не бывало И стрелку нам с тобой Пора на все забить Открою я сектон Закрою поддувала И от еще дверь На быть или не быть Закрою я сектон Открою поддувала И от еще дверь На быть или не быть Спасибо Я чувствую, тут люди поездили Такие по железной дороге Что у нас тут? Вообще, сколько у меня времени? Не смотри Миша, ты бой! Миша, ты бой! Миша, еще три минуты А, три минуты? Серьезно, а я только... Да ладно Раз три минуты, тогда я убираю У Михаила завтра еще будет концерт на этой сцене Так что с утра прям А сегодня я тогда спою последнюю Ладно, две, хорошо Можно две? Ну, коротенькие Нет, не очень коротенькие Но не такие, как Саша Никита Нет? Так Эта песня вообще частично на мексиканском языке Ну, я думаю, вы поймете Называется «Разбитый курсон» Америка Бродил я На удар А, сейчас Супление надо Во Мехико бродил На удачу Выгуливал мустангов по воду Гляжу, сидит роскошная мучача За столиком в бескитовом саду Глаза такие грандес, будто пецца А главное число мне меньше двух На запах ее утренний сервес Слетели стучи буш, шмеля и мух Синьора, говорю Вынос диэс Кецакуаты, храни вас от всего Ах, да, чего же сложены на диво А вычтены на диво До чего Для вас готов я съесть живую маму И карту с подложить себе подзад И даже получить нерзать посадку По румбах у меня давно разряд Она в ответ Оставьте комплименты Я слишком много выпила вчера Ведь это же и ежик у компренда Что я пессам мучаюсь с утра Синьор, говорю Пред вами мачо И все, что под сомбреро тут для вас Поехали скорей ко мне на ранчо Шумят Она в ответ Послушайте, мой милый С пахмеда дам, тебе теребить нельзя Купите лучше мне килоты, киллы И тихо разойдемся, как друзья Синьор, говорю Ведь мы же с пьяном Разбили мне навеки куросон И отняли надежду, что маньяна Он будет питься с вашим унисон И медленно рыдая в рифме танка Не различая, где вперед, где зад Забрался я наверно в мустах И бросил на нее прощальный взгляд И вдруг, не зная, что со мной стало Я родинку заметил на щеке Ты дочь моя, что в детстве потерялась Там все терялось в этом бардаке Где мы ютились с тещей и тестем У нас пропало множество вещей Мы все потом нашли при переезде Тебя ж не обнаружилось вообще И вот теперь нашлась ты Дай свой адрес Я тонну леденцов тебе пришлю Ведь ты ж моя чекита, я твой падре И падре буду, я тебя люблю Она в ответ везем с шипня кадров С утра пораньше, господи, прости Катись-ка падре, ты к такой-то матре И хватит на колесец унести И я поехал прочь, печали полные Шли мазал, хотя и дожил досидин Но кто-то же ведь терялся Я же помню А может, то не дождь была А я, бля, сыр Ну и напоследок Мне как-то один мой друг Я здесь все многие знают Володя Капгер Он не как-то Он мне всю голову пробил С утверждениями, что у Барда должна быть цыганочка Я цыганочку писать не хотел И в конце концов я выкрутился там Проскал, что это не честно Но Как говорят на еврейском Откан До сих пор хватит Значит, трояночка А судя по тому, как Любят читать Не ваши, а вот другие дети Возможно, они когда-нибудь будут изучать Оттичную историю Что ж такое-то Так, вроде ничего Две гетеры За стеной жалобно заныли Кто из амфоры Виновы локал не тыли Третий год мы под стеной За стеной троянцы Третий год у нас за бой У троянцев танцы Эх, раз, да еще раз Феп согреет, зев спадаст Чем расплескивать по кубкам Лучше амфору за нас То ли позвезд, то ли лай За стеной троянь Мини-лай, не мини-лай И нас осталось трое Одиссей споил команду И вчера прибился к нам У него Ай-кью громадный Всем на заместы мужика Опа, опа Заждалось пение, лопа Вот приедет муж с войны И привезет укропа Мы построили коня Сделали засаду А его к исходу дня Сперли конокрады Стар и мал, здоров и хил Все ушли на плятки Впереди бежал ахилл Аж сверкали пятки Эх, раз, да еще раз Вектор дал патрону в глазах Получит от ахила А он по жопе сорок раз Нам Гераклы бы сейчас Шуткою нехитрой Говорят, он в прошлый раз Допился до гидры Все суда пустил Ко дну всех послал к Аиду Сейчас, кричал он Натянул сцеллу на Харибду Эх, раз, да еще раз На Олимпе свет погас У богов там тоже пьянка Да почище, чем у нас И раз, да еще раз Откопает шлиман нас И увидев наши рожи Закопает в тот же час Спасибо огромное Николай Моха Спасибо, дорогие